Здравия, воины! На связи Цельнозор из своего дома. Сегодня я хочу записать ролик о том, как нам начинать выбираться из этого болота и осушать это болото. Ну, в данном случае не меньшевистское болото, как у товарища Сталина, не глобальное болото, типа стоит, как у Трампа, а наше, родное, графеновое и прочее, системное болото. И начать я предлагаю с того, с чего я уже начинал рассказывал и предлагал покупать индукционные печки. Сейчас я просто настаиваю на этом. Другая энергия. Расскажу немножко о другой энергии. Цель поудобнее. Ролик будет небольшим, кратеньким. Вот тут у меня индукционная печка. Пожалуйста. Вот индукционная печка. Вот катушка Тесла. Тут, правда, накидано разного всякого кристаллов, не обращая внимания. Идет из середины. Я в разрез внутрь вставил нагрев. Специальную лампу сейчас покажу. Коричневый провод из середины идет сюда. Опять же повторюсь. Из середины идет на конец. Вот я в разрез тоже вставил. То есть из середины голубой, вот он, идет через потребителя. Вот он весь провод. На коричневый. И получается вот на еще двух потребителей, сейчас покажу, идет другой провод. Вот он. Это просто удлинитель. Включаем. Это можно изменять параметры. Работает лампа накаливания, которая, по идее, должна ухудшать работу этой индукционной катушки, бифилярки. Кипит чайник. Греется. Вот видно нагреватели. И они греются, они горячие, как вот это. Если кто-то... У меня нет этого замерителя нагрева. Ну, смотрим. Чайник кипит. Вот эта штука греется. И она очень сильно греется. К чему я это говорю? Все это идет через вот это. Никакого подключения к сети. Для тех, кто не в курсе, что такое бифилярка Теслы. Я трогаю руками. Ничего мокрое. Когда оба конца чуть-чуть пробивает. Кладу в воду. Трогаю. Фигня. Что за нахер? С чем мы имеем дело? Это другая энергия. Абсолютно. Абсолютно другая энергия. Которая не опасна. Совершенно. Но которая выполняет работу. Можно поставить лампочку. То есть, ее можно освещать. Ее можно обогревать. И потребитель при тысяче киловатт. При потреблении. Ну, якобы потреблении. Тут. Ну, чайник полтора киловатта. Этот два. Этот три. У меня все это работало вместе. Ну, и тут еще где-то киловатт. Не уверен, что все это работает на полную мощность. Но даже если из одного взять три киловатта. Ну, мне тут умные, не могу сказать, люди, существа подсказали, что на самом деле коэффициент 2,7 усиления идет. То есть, эта катушка выдает в 2,7 раза больше энергии, чем потребляет. И выдает она это все из эфира. Из эфира. Можно замерить за минуту, сколько потребления высчитать. Потом куплю такие специальные розетки, где показывается, сколько потребления. И сколько выходит наружу. Хотя есть проблема. Проблема в том, что микросхемы на этой энергии не работают. Абсолютно не работают. Я уже сжег два приборчика. Не хочу сказать, что я очень этому рад. Сейчас покажу, как работают другие приборы. Например, фен. Сейчас выключу чайник. Он сам выключится, точнее. Ну вот, уже видно, что он кипит. Фен воткнул. Включил. Блин, фен тоже работает, оказывается. Ё-моё. Он забрал часть нагрузки, но он работает. Классно, вообще. То есть, вот, мы имеем дело с совершенно другой энергией. Безопасной. Если её использовать, совершенно не нужны огромные линии литропередач. Не нужны толстые провода, потому что можно передавать по очень тонкому. Ну и есть ролики, я сделаю ссылку. И сам попробую передать по очень тонким проводам много-много энергии. Но самое главное, что эта энергия, она и безопасная, и полезная. Тут где-то метр-полтора радиус, но я не рекомендую соваться вот в излучение этой катушки, потому что, ну, там размывает все поля, и там нет границ между условно полем Муладхары и полем Сахасрары. То есть, разные чакры, они как там пробойники от бордала образуются. Но если, допустим, туда какую-то магию засунуть, порчи и прочее, они немножко ослабевают. Ну, как немножко. Их размывают все границы, то есть, перестают действовать на некоторое время. Очень интересные свойства. Но, опять же, не рекомендую это делать. Но вот эту энергию можно направить через конденсаторы. Вот у меня тут блоки конденсаторов. Вон, чайник закипел. Я думаю, всем это видно. Сейчас выключится. Пусть сам выключается. Мы можем взять конденсатор и направить его на, допустим, антенну. Чтобы направить эту энергию, это излучение, вон на ту антенну, которая лежит. И мы это сделаем. Так вот, к чему все это я? Если эту энергию направить на человека специальным образом, либо куполом, либо внутрь камеры Райха, либо внутрь зеркала Козырева, либо просто сделать небольшой контур, и внутрь будет человек помещен с этой энергией. Но пока это делать не нужно, я попробую экспрессировать сам и расскажу вам. Чтобы быть уверенным, что все это полезно. Так вот, это высокочастотная, чистая энергия, безопасная в плане воды, электропроводности. Я полагаю, что она оздоровит человека. Я просто знаю. Самое интересное, что ее можно направлять с помощью любой антенны, любой, через искровой промежуток на антенну. И мы можем посылать эту энергию волнами. Она будет очень мало загрязнять радиопространство. Но очень много пробивать на эфирке, на эфирном плане, скажем так. Не то, что на тонком плане, а именно эфир. И создавать направленное излучение именно эфира. И если человек попадет в эту волну, то он оздоровится. А если графеновый гибрид попадет в эту волну, то оздоровится Вселенная.